Один прилетел, а второй приехал. Сразу два председателя госсоветов Чувашии и Татарстана посетили Комсомольский район республики. Повод более чем приятный и важный. 150 лет отмечает Урмаевская средняя школа. Почему там изучают четыре языка и как сохраняют культуру и традиции разных народов, расскажет Динаида Паршагина. Утром праздничного дня в Комсомольском приземлился вертолет, в котором прилетел председатель госсовета республики Татарстан Фарид Мохамеджин. Его встречал спикер парламента Чувашии Юрий Попов. Честь и принимать столь высоких гостей сельская школа удостоилась не случайно. Истории, наверное, такого не было. Два спикера парламента, Татарстана и Чувашии, вместе с вами мы отмечаем замечательный праздник. 150-летие школы. Не от того, что у нас в Казани все дела окончились, бросив все, мы приехали на ваш юбилей. А только из-за того, что мы глубоко уважаем те школы, которые отмечают 100-летие, 150-летие. И те школы, которые сохраняют многоязычие, многокультурии народов, проживающих на этой территории. Школа Вурмаева открылась в 1866 году. Дети занимались в мечети. Сегодня на месте исторического деревянного строения поставлен новый дом молитвы. А дети уже 42 года занимаются в кирпичном трехэтажном здании. В школе 364 ученика. В этом году за партой сели 32 первоклассника. Здесь изучают четыре языка. Русский, татарский, чувашский и иностранный. Выпускники считают такое образование прекрасной базой для жизни. Булгарский язык два разветвления взял. Татарский и чувашский. И мы являемся потомками тех булгар, которые разговаривали на мертвом булгарском языке. Чувашский, татарский язык. Поэтому нам это оба языка надо знать, разговаривать. Альфред Рахимзянов работает врачом в Казани. Гюзель Салахова – предприниматель из Канаша. Оба с благодарностью вспоминают школьную науку и учителей. Во многих местах бывали мы. С разными людьми общались. Но таких доброжелательных, хороших учителей, как в нашей школе, нигде нет. У нас замечательные учителя. Прежде всего здесь учат почитать традиции своего народа. И дорожить многовековой дружбой с соседями. И даже в песне поют о большом столе, за которым собираются люди разных национальных. Национальностей, чтобы вместе отмечать праздники. Усвоенные в школе уроки миролюбия и уважения к культурам братских народов – основа процветания села. Я хочу сказать, что 150 лет сохранить лучшие традиции, национальные традиции, чуваший, татар, русских – это большая заслуга педагогического коллектива этой школы. Зинаида Паршагина, Алексей Яненкин, Сергей Мышев, Вести Чувашин.